В Гонконге почти два года не было епископа. Но теперь папа назначил 61-летнего иезуита отца Стефана Джоу руководить епархией. До сих пор отец Джоу был провинциалом общества Иисуса в Китае. Это важное назначение, поскольку Пекин будет интерпретировать его как смену политической направленности Ватикана по отношению к Китаю. Гонконг – это место, которое я действительно люблю, место моего рождения и место, где я вырос. Первой миссией отца Джоу будет объединение католиков Гонконга. В настоящее время они разделены между теми, кто призывает церковь занять более жесткую линию с Пекином в защите свободы вероисповедания, и теми, кто предпочел бы оставаться в тени. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам и Джимми Лай, бизнесмен, который стал одним из самых откровенных критиков Пекина. Оба являются католиками. Защита свободы вероисповедания – очень деликатный вопрос в Китае. Единство в многообразии. Мы уважаем многообразие, которое является реальностью. И мы все уважаем множественность. Я считаю, что свобода вероисповедания является одним из основных прав. Когда я говорю правительством, я надеюсь побудить их не забыть о важности свободы вероисповедания. Стивен Джоу будет рукоположенного епископа 4 декабря, чтобы дать иезуитам время назначить нового провинциала, который станет его преемником. Тем временем кардинал Иоанн Тун Хон продолжит управлять епархией. Пусть наша епархия под его властью, с мудростью и любовью служит церкви и обществу. Отцу Джоу предстоит трудная миссия в чувствительной части мира, где политические и религиозные трудности являются повседневной реальностью. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok